Читаю в украинских СМИ новости, вбросы есть постоянно, но некоторые новости хотя бы попахивают правдоподобием по поводу ущемления украинского языка в Донецке. В частности, вот, картинку нарисовали, стреляют в лес и украинку, террористы искореняют украинский язык на захваченных территориях. Вот тут боевики промывают мозги, это из другой серии, случайно вставилось, но теперь уже не буду убирать, на бесплатные курсы по украинскому языку в Мариуполе аншлаг. Оказывается, пришло 50 человек, ну аншлаг для города из 400 тысяч, да. Короче, если в Мариуполе аншлаг, значит изголодались люди, изголодались сердечно и по украинскому языку, а если они изголодались, ну значит это произошло в результате чего-то, в результате ущемлений. Но, теперь вернемся к новостям, которые попахивают правдоподобием. Вот я по поводу этого, как боевики промывают мозги. Уроки гражданственности Донбасса. Я думал, честно говоря, когда я почитал, что это за уроки, что они предполагают, что это вброс. Оказалось, что это не вброс. Своё мнение я выскажу по ходу пьесы, а вообще-то я вам буду комментировать то, что мы сейчас увидим. Первая школа находится в Октябрьском, мы отправились в неё. По украинскому, значит, по начальной школе там у нас изменение? Значит, да, начальная школа, первые, четвёртые, первые классы, два часа забрали, остался час на украинский язык и литературное чтение. Это в неделю? В неделю. И второй класс точно так было, три, стал один час. У нас ввели предметы новые, это уроки гражданственности с первого по одиннадцать. Ну, там предмет идёт, изучаем и символику Донбасса, и патриотизм туда, и как бы права и обязанности учеников, то есть, что означает патриот, конституционные какие-то, тоже там есть моменты. Скажите, никто вам сверху не указывал, чтобы вы не смели украинский язык преподавать? У нас такого не было, и никогда нам ничего такого не говорили. Вот мы даже писали в этом году мановскую работу по украинскому языку и литературе. Это всё без проблем, она идёт на защиту сначала на второй этап, будет на уровне района, потом на уровне уже оригинальном. И никаких вообще-то, пожалуйста, хотят, пишут заявление, хотят дети, без никаких проблем, никаких натисков нет. Наоборот, мы даже и, к примеру, можем и общение, дети, если хотят, они могут общаться и на украинском языке. Мы даже вот, и раньше у нас было, ну, естественно, документация была на украинском, стала на русском языке, но никаких притеснений, что только украинский. Мы идём как бы, знаете, параллельно украинский и русский. Нету никаких сверх натисков, каких-то изменений абсолютно. В школе так мы все разговариваем на украинском, на уроках украинского языка. Очень хорошо дети владеют украинским языком. Вот, и всё, что мы до того учили, все, к примеру, там и что означает герб, гимн, гимн, флаг, это всё дети знали и знают. Вот, мы проводили очень много разнообразных по украинскому языку мероприятий. Мы участвовали в разнообразных конкурсах. Дети с удовольствием, вот, Соняшник, Олимпус мы участвовали, вот, прекрасно. И получали ВИАЦИК, у нас был конкурс, который мы на Киев, у нас дети даже выходили. Поэтому мы довольны были, и дети довольны. У нас изменений по сравнению, что сейчас ДНР, что было Украина, мы по поводу украинской разницы не чувствуем. То есть никаких притеснений у нас нет. Но самое для меня, что вот поразительное, оказалось, что они-то и не против того, чтобы украинский язык оставался на том же уровне, который был и до войны. То есть не против кто, не против учителя, потому что я знаю, что есть противники украинского языка, которые там находятся, ну, во власти. Хотя с другой стороны, есть множество развитых стран, где в голову никому не придёт ущемлять какой-либо язык. Если люди хотят учить русский, они его будут учить. А вот не хотят они учить китайский, то ты хоть введи 10 факультативов, они на него уходить просто не будут. Не хотят учить китайский. Не хотят. Мы даже вот уже, знаете, спрашивали ребят, когда и у нас АБСЕ приезжала группа, они говорят, могли бы вы сотрудничать с другими областями? Мы говорим, без проблем, лишь бы только у нас наладились, всё было тихо, спокойно, мы могли передвигаться. Мы точно так вот, у нас сейчас дали, мы нашли по интернету, тоже проводится всеукраинский конкурс, идёт Соняшник. Мы бы в нём участвовали, но мы не сможем перевести деньги на то, чтобы, а там идёт оплата. Каждый конкурс, который мы проводили раньше, вот проводил Львовский университет, это всё было, там 14 гривен оплата конкурса. Патриот, вот это Олимпус, Соняшник, мы везде участвовали всегда. И сейчас бы мы участвовали, если была бы возможность почтового перевода осуществить на Украину. Мы бы и общались с другими школами, мы бы и в Киев, как мы ездили на выставку «Одарённые дети», мы возили свои работы, мы сколько «Мановские» в детей, вот мы звали тогда, когда ребята пришли, абсолютно никаких. Мы за. Ну неужели Киев, который так сильно озабочен притеснениями украинского языка на этих территориях, не может решить вопрос? Или не хочет? У нас быстрее закончилась война, а абсолютно дети, мы считаем себя, как мы были, так и есть. Единственное, что нам нужно, мир, тишина, мы будем общаться, как и было. В нашей школе именно так. Также мы поинтересовались у этой милой женщины, а правда ли, что они ненавидят всё украинское? Ну правда ли то, что пишут в украинских СМИ? Или неправда? Нет, никакой вот такой враждебной настроенности. У нас лично, вот, ни в школе, ни в районе, я не отчетиваю. У меня украинский паспорт, и мы, пусть нам дадут уже какой-то статус, или что мы будем, как и были, так и будем жить дальше, продолжать. Поэтому вот немножко в них информация на Украине неправильно доносится, то, что происходит вот у нас. И если бы всё это закончилось, всё как было, так и есть. Ну и теперь по поводу уроков гражданственности. На самом деле такие уроки введены в школьную программу. Я посмею высказать своё мнение, посмею, потому что это мой личный видеоблог. Так вот, как я себе представляю, ребёнок, который вырывается с Донбасса и едет на территорию подконтрольную Киеву, он там приходит в школу, ему начинают в голову вбивать эти дебильные гвозди про Бандеру, про всё остальное. Ребёнок, который не вырывается с Донбасса, теперь будет подвержен вбиванию гвоздей по поводу других вещей. Так вот, я считаю, что в школе дети должны учиться, детям должны рассказывать, тогда-то, тогда-то случилось то-то, то-то. А вы, дети, теперь давайте вот вместе подумаем, хорошо ли это, что там случилось или нехорошо. Половина класса говорит классно, вторая половина класса говорит плохо. Вот это вот и есть школа для детей, которые выходят, и у них не квадратная голова в итоге. Это опять-таки моё личное мнение. Ну а теперь для того, чтобы расставить все точки над «и», мы отправляемся на Путиловку в украинскую школу. Эта школа была полностью украинская, сейчас она украинская наполовину. Там нас ждало кое-что неожиданное. Конечно, у нас вторые украинские классы. То есть у нас один русский, второй украинский класс. У нас же полностью украинизированная школа была. Ну а теперь получилось так, что один украинский класс, один русский. У нас полностью украинизированная, мы полностью, мы разговляли на украинский мову, мы полностью были. После этого мы решили задать девушке в украинской школе те же самые вопросы, которые мы задавали до этого. Нас ждало разочарование. Девушка сказала, что отвечать не может, ответит только директор. Говорю, вам лучше за это все поговорить с самим директором. И тут внезапно появился сам директор. И директор повел себя, ну, странным образом. Ну, может, вот захотелось так человеку. Ну, всякое может быть. В управление образованием. Хорошо, без проблем. Мы отправились в управление образованием, мы получили разрешение и вернулись назад. Мы спросили у этих милых девчушек, которые без труда рассказывают стихи на украинском языке, и никто им рот не закрывает, чтобы они хотели передать своим сверстникам. Давайте, чтобы они Николай не нашли в барбюшку. Чтобы он не кого-то в это. И тут надо же, опять появляется этот директор. А ничего, что вам нужно согласовать со мной? Первая ступень, которую нужно было согласовать, а потом решать эти вопросы. Как оказалось, мы получили разрешение наверху, но забыли пройти первую ступеньку. А первая ступенька это разрешение у самого директора. И я не знаю, всякое бывает. Знаете, у человека может быть день плохой. Ну, бывает такое. С утра не заладилось, вот приходишь, какой-то журналист бегает под ногами. Хотя у журналиста аккредитация и разрешение, ну, то такое. Дело десятое. В общем, какой я делаю вывод? Первый, что слухи о том, что украинский язык так сильно унижают, преувеличены. Программы на самом деле сокращают. Однако, как я понимаю, если бы родители массово захотели учить своих детей на украинском, то им пошли бы навстречу. Уроки гражданственности. На самом деле внедряют, и я не вижу в этом ничего хорошего. Это лично мое мнение. Я считаю, что лучше бы добавили урок какой-нибудь дополнительной литературы или урок логики, что в нашем мире фейков и манипуляций, фальсификаций было бы не лишним. Это лично мое мнение, повторяю. Ну, и третий вывод, который я делаю чисто для себя, то, что директора украинских школ, слава богу, чувствуют себя настолько спокойно и свободно, что даже понимая, кто к ним зашел, немало не опасаются и ведут себя так, как они себя считают нужным вести. Это очень классно, я считаю, и это очень круто. Всех благ. Представляю, что сейчас начнется в комментариях. Ну, бывает.